Потребляют все, но платят лишь немногие. На этот раз ситуацию с платежами за свет проверяли в Сунже. Сотрудники МРСК по Сунжинскому району совместно с местными властями и участковыми вышли в рейд. В результате были выявлены не только факты задолженности по счетам, а также незаконного подключения к электросетям. Нарушителям не удалось отделаться простым предупреждением. Комиссия решила прибегнуть к крайним мерам. Мадина Пугоева расскажет. Список неплательщиков, проживающих по улице Строительная, возглавляют Хамхуевы. Глава семейства – единственный кормилец все расходы в доме и его забота. За потребленную электроэнергию семья задолжала около 15 тысяч рублей. Долг они стараются оплатить хотя бы частично. По соседству живет и Марем Часыгова, за которой числится задолженность порядка 10 тысяч рублей. Оплатить весь долг полностью нет возможности, объясняет женщина. Из источников дохода у них разве что зарплата мужа. Обогреватель, лактай, ахары, котел, бог даешь, бач, да. И поэтому накрутили у них. А так у них сейчас не будет такого долга. Марем Часыгова погашает часть долга. Впрочем, платить по счетам готовы не все. Кто-то и вовсе намерен и дальше потреблять электричество бесплатно. Комиссия решает заодно выявить факты незаконного потребления электроэнергии. Ахары до долга, но их дома не бывает. Вот сейчас они. Дома не бывает? Да, нет. Отвязать надо? Да, да. Внимание сотрудников МРСК привлекает две так называемые врезки в линию электропередач. Оба провода тянутся от одного дома. Судя по всему, к счетчику подключен только один из них. Энергетики решают выяснить, является ли это подключение незаконным. Спустя пару минут к дому под номером 16 все же поддержает рабочая техника. Отличить от электричества решают и соседи, ситуации с нарушением у которых аналогично. Подобная безответственность может повлечь за собой необратимые последствия, предупреждают энергетики. Тем более, если провода протянуты над такими пожароопасными материалами, как деревянная часть крыши. Чердачная вода, вот те, которые они подключили с левой воды, как у нас говорят, через мимо всех этих инструкций, без всяких, без ничего, они подключаются к чердачной воды. Вот из них бывают и пожароопасные, и замыкание, и вся линия из-за этого, она и отключается, и трансформатор отключается. Если в случае короткого замыкания ущерб причинен будет хозяевам дома, то хищение электроэнергии путем незаконных вводов уже бьет по бюджету филиала «Ингушэнерго». Почти половина предоставляемой жителям республики ресурса потребляется абонентами незаконно. Например, 10 тысяч километров, если посчитать по 2 рубля, это 28 миллионов миллионов, но сегодня сколько у нас там? Где-то 4-5 миллионов недоучет. И это только в городе Сунжа, а если прибавить еще и долги за законно потребляемую электроэнергию, сумма получается приличной. Впрочем, с должниками в МРСК намерены бороться с самыми жесткими мерами. Два предупреждения, а после и судебное разбирательство, вплоть до ареста имущества и полного отключения от электричества. Мадина Пугоева, Сурхов Кусиев, Новости 24.